Такс, 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 такс. Всем привет, с вами важная персона Александра Оскарта, и это будет мой очередной высер с фотообработкой. Начнем обрабатывать фотографии. Вот фотография, которую я должна буду обработать, а вот ее результат. Но я сделаю немножко не так, потому что это моя старая обработка, ей уже где-то почти год, и тут много минусов. Например, посмотрите на кожу, она не однотонная, там белая кожа с красными пятнами. И это все я буду тоже исправлять. Сука. Начнем с самого обычного. Да, блядь. Мы зажимаем Alt, это для того, чтобы копировать, потом нажимаем по левую кнопку мыши, и потом просто левой кнопкой мыши уже без Alt рисуем. Я еще буду убирать блядские изъяны. Сразу хочу вам сказать, чтобы вы, блядь, меня не спрашивали, что это, сука, за программа. Это FSH. FSH. Господи, блядь, Adobe Photoshop CC. Приступаем к моему подбородку. Не удивляйтесь, почему у меня там такая дырень, это шрам. Да, его не видно в жизни, его видно только на фотографиях, когда я делаю такое лицо. Я думаю, вы меня поймете. И у меня редко получается его хорошо замазать, но в итоге я иногда, я совсем забыла, я забыла вам совсем сказать, а что за инструмент-то я выбрала? Точечная восстанавливающаяся кисть. Все. Вам это все равно нихуя не даст, потому что вы все равно будете спрашивать, где она находится. Почему же я прекратила снимать такие видеоуроки? Ну, во-первых, оно вам нихуя не дало, во-вторых, оно вам нихуя не дает, и в-третьих, оно вам нихуя не даст. Потому что вы, блядь, все равно не понимаете, вы, как бы, блядь, не вслушиваетесь. Да, я знаю, я тоже дура, не объясняю вам, что и как, но раньше я на видеоуроках объясняла всегда, какие клавиши я зажимала. И я надеюсь, вы смотрели мои прошлые видеоуроки, вы не смотрели их, вы охуели. Идите, посмотрите. Обработали кожу. Теперь, как я сделала тогда серые волосы? Я просто захожу в коррекцию, я захожу в цветовой тон насыщенность, выбираю зеленый, ставлю его нахуй, блядь, и на минимум. Выбираю желтый, ставлю его нахуй на минимум. Выбираю голубой, ставлю его нахуй на минимум, потому что, блядь, у меня волосы охуитительного цвета. Да. И вот, у нас почти фотография готова. Так вот, что же нужно тут еще сделать, чтобы оно более-менее нормально выглядело? Мы выбираем выброшенную коррекцию цвета, выбираем красный и трогаем ползунки, или как они называются, короче, эти вот штучки туда-сюда дергаем, пока нам не понравится оттенок. Что еще тут нужно сделать? Тут нужно сделать обычную коррекцию. Мы выбираем, значит, блядь, яркость, контрастность, добавляем контрастность. Вообще, лучше бы вот как сделала. Соединила бы нахуй эти все слои, контур, шифт, е. Заходим потом в фильтр камера RAV. Этот фильтр камера RAV есть только в FSHCC, поэтому, блядь, не спрашивайте, почему у вас в пятом или в шестом его нет. Корректируем, корректируем, все корректируем. Вы делаете все, как вам нравится. Я вам не буду объяснять, что я тут делаю, потому что я все делаю на глаз. Там температуру, эту вот всю хуйню двигаю, короче, все это на глаз. Всегда все мои фотографии, это тупо на глаз. Сейчас мы после камеры RAV будем тон кожи исправлять. Сейчас я вам покажу, как это делать, опять секунду я доделаю. В этот раз намного лучше вроде как получилось, чем в прошлый раз. Так вот, мы выбираем слой, новый слой, выбираем цветность. Да, вроде как цветность. Выбираем обычную кисть, пусть будет на соточке, мы потом это все будем корректировать, удалять, тому подобное, короче. А так хотя бы мы на 100% будем видеть, какой у нас цвет. Мы выбираем какой-нибудь цвет и бошим его, блядь, по коже. Видите, это хуевая идея, нужно все-таки немножко аккуратнее делать, и не как я. Блядь, почему так сложно? Ладно, иди в жопу, я не буду трогать тогда в тенях. Ладно, переходим вниз. Вверху не будем исправлять, вверху нормальный тон кожи, да, да, да. Да, мы опять зажимаем, кстати, alt. Alt это всегда выбор, выбор, выбор. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Да ебаный в рот. Почему оно таким насыщенным дает? Да, кстати, любители делать мне тупые замечания по поводу того, что я там что-то не так сделала, или есть куча других легких способов чего-то там сделать. Просто можете пойти нахуй, потому что, блядь, я делаю так, как мне привычно. Привычно. Так вот, нет, все-таки подбородок мне не нравится, но это не важно. Эту фотографию я и так уже никогда не буду публиковать. Его, я думаю, вы можете сделать и лучше. Переходим к шее. Вот шея это самый-самый, господи, Иисусе, такой трабл-пистос. Выберу все-таки немножечко меньше, 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 меньше процентов. Нет, оно все равно не подходит. Кисть делаем побольше. И, кстати, размер кисти, чтобы выбрать, нужно просто правую кнопку мыши зажать, да. Занижаем заливку, либо непрозрачность. Вообще насрать. Совершенно забыла о том, что нужно еще закрасить руку. Очень интересный прикол. Потому что рука у нас тоже другого цвета, как видите. А голубые рефлексы нахуй пропали. Я бы сделала бы еще Dodgen Burn, но опять вас учите этому Dodgen Burn, мне слишком лени. Тем более он тут не очень-то и нужен. Я просто выберу опять руку, где пишет инструмент-затемнитель. И просто сделаю виньетку, короче. Ну и еще я выберу просто кисть, уже без слоя. Выберу цветность. Выберу серый цвет и подправлю немножко корни. Их надо было бы сделать серыми. В общем, в принципе, готово. Вот вам до и вот вам после. Самая обыкновенная, самая легкая обработка для того, чтобы ваша фотография выглядела более-менее свежо. Свежо, а не будто бы туалетную бумагу в унитазе. Еще выбираем умную резкость. Умную резкость. И ждем. Вы подождете и я подожду. Ну вот и все. Теперь мы выбираем экспортировать, сохранить для веб. Что у нас получилось? Вот прошлая фотография, которую я обрабатывала когда-то давно, полгода назад. И вот фотография сейчас. И на этом я закончила. Вообще, я бы хотела вот что сделать. Я решила открыть новую рубрику. Очень интересную новую рубрику, связанную с фэши. Мне очень нравится обрабатывать фотографии. Плюс нужно еще когда-нибудь снимать видосы для того, чтобы не скатываться на ютубчике. Поэтому я решила соединить это и немножечко прогрессировать в этом. У меня к вам просьба. Вы мне скидывайте фотографии документом. Да, документом. И в следующей рубрике я выберу самые нормальные фотографии и буду их обрабатывать в видосике. Я думаю, вы этого хотите. Но не факт, что я буду обрабатывать вам их как-то полупрофессионально или профессионально. И с вами была важная персона Александра Озгард. Всем котиков, компотиков и до следующего ролика.